Женский бокс для тех, кому за 60, фальшивый Пикассо для удачного замужества и панда Бэйби Бум в Китае. Об этом и не только в нашем обзоре. Американец выдал свою картину за работу Пабло Пикассо, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. Крис Нерайн тайно повесил свой рисунок среди работ Пикассо в Метрополитен музей в Нью-Йорке. Парень пытался договориться с администрацией нескольких музеев, но ему везде отказывали. Поэтому пришлось нарушить правила. На картине Крис изобразил мужчину, который, опустившись на одно колено, делает предложение девушке в красном платье. Когда Крис встал на колено перед любимой возле картины, она расплакалась и согласилась. Крупнейший в мире розовый бриллиант выставили на аукцион. Драгоценный камень королевских размеров 37 карат представили в Лондоне. Стартовая цена 20 миллионов долларов, но эксперты полагают, что сумма может вырасти еще на 10 миллионов. Оттенок бриллианта специалисты охарактеризовали как фантазийно насыщенный розовый. Это крайне редкий камень, и речь идет не только о размере. Его цвет и форма превосходны. Торги состоятся в Женеве 15 ноября. Миллиардер Ричард Брэнсон теперь занимается строительством сверхскоростных поездов Hyperloop. Он уже вложил колоссальные средства в проект вакуумного поезда на магнитных подушках. Сумма инвестиций не называется, однако компанию миллиардера переименуют Virgin Hyperloop. А Брэнсон войдет в ее совет директоров. Поезд будет перемещаться в специальных трубах с пониженным давлением со скоростью до 1200 км в час. Людям нужны безопасные и быстрые путешествия, заявил миллиардер. Бокс для бабушек. В пригороде Яханнсбурга в секцию принимают только тех, кому больше 60. И только женщин. Все началось с аэробики 5 лет назад. Но вскоре дамы почетного возраста стали пробовать более экстремальные виды спорта, а потом начали боксировать. Теперь приходят в спортзал дважды в неделю, чтобы заниматься боксом. Очень ответственно относятся к тренировкам и стараются изо всех сил. Женщины в восторге. Они не только могут защитить себя, но и чувствуют себя более молодыми и здоровыми. Шоу бамбуковых мишек в Китае. Сразу 36 маленьких панд представили публике в местном заповеднике. Пока пушистые зверьки могут лишь перекатываться с места на место. Поэтому сотрудники зоопарка осторожно переносят их на руках. В этом году здесь настоящий панда-бэби-бум. 42 детеныша – это рекорд с момента начала селекционной программы. Есть и еще одна победа. Впервые специалистам удалось выходить все 15 пар близнецов.